всех приветствую с вами я ваш веган христолюб у нас с вами сегодня ролик о рыбе ну а все что связано так скажем рыба может быть такое понятие до море море продукты как называют мы с вами поговорим сегодня об этом давно и долго я добирался до этих видео да особенно рыбим я как хоть и веган и христианин не буду сегодня говорить о том почему иисус там ел не ел рыбу позволял не позволял об этом будет у меня следующее видео но несмотря на это я как веган христианин все-таки свое видео сегодняшнее а то можно ли есть рыбу икру до от рыбы и ну и вообще говорю рыбы такое слово может быть немножко маленькая все-таки имеется любые любые живые существа до которые имеют душу живую которую среда которых обитание вода там речка море озера и прочие вещи можно ли их убивать и их трупы вкушать в пищу но начать я хочу как христианин еще расскажу это не объем но это важно я думаю что такие вещи интересные кто меня слушает не христиане или каких-нибудь других религий или неважно думаю будет полезно и вот в книге бытие это первая книга библии первая глава это по сути дубляж или перевод тор и иудейской до первой книги берешит бытие по еврейски берешит называется да там нам прямо описано что мир был создан веганским это очень важно многие об этом даже я проповедую это понял что многие об этом даже не знают и не задумываются это очень важно почему мир был создан веганским да потому что бог есть любовь не веганство это убийство живых существ я вам зачитаю до 1 глава с 20 по 24 стих и сказал бог то произведет вода при вода присмыкающихся души живые и птицы да полетят над землей по тверде небесной ну то есть в этом это как раз к вопросу о курицах да и прочих всех вещах и стало так и сотворил бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся которых произвела вода породу их и всякую птицу пернатую породу ее и увидел бог что это хорошо и благословил их бог говоря плодитесь размножайтесь и наполняйте вот воды в морях и птицы да размножаются на земле не был вечер и было утром день 5 вы знаете у меня в принципе я записал кто помнит ролик о яйцах с точно такой же иллюстрации только у меня как бы на руке яйца да и а у меня нету вопрос ролика по курицам и вы знаете я уже честно я уже так скажем к своему периоду шестилетней проповеди в интернете на ю тубе я уж конечно уставать начинаю знаете все вот эти мелочи рассасывать у меня уже по веганству только около 200 видео получилось да и вот я думаю все время стоит ли все это жевать конечно же мы видим с вами что птицы и рыбы были в один день так скажем сотворены мать их творение это вода да сама вода их производит и вот у меня есть ролик по яйцам да так как бы не звучало да да по поводу вкушения яиц но у меня нет ролика по поводу можно ли там вкушать куриц да и но я это говорю в общем всегда ну кто знает как бы все-таки курицы сухопутный больше да и их как бы к животным причисляет конечно по поводу того что не вкушение мяса в том числе птицы они мне как бы в общем всегда идут в контексте здесь тоже самое ну конечно же я запишу один ролик и не зря его так назвал рыбы и икра в пищу да то есть сегодня мы я не буду делить ролик еще там на рыбу или отдельно на икру конечно же какая разница убивать рыбу ради икры кто знает как производство икры происходит там даже рыбу порой просто выкидывают даже ее никуда не нику не вкушая в пищу не производя ну редко стараются производства чтобы было безотходно все в прибыль шло но особенно что в частном порядке человек может просто выпотрошить выкинуть что в производстве что такое бывает и на кораблях так далее вот поэтому конечно же ролики делить не будем этого будет достаточно ну вот из писания мы с вами видим что действительно рыбы птицы названы душами живыми в пятый день господь про произвел сотворил а по сути дал просто эту творческую силу земле да и произвел земля душу жиру живую породу и и скотов и гадов и зверей земных породу и да и потом творит человека человек в писании точно также назван душой живой там одни и те же самые слова употребляются и к рыбам к птицам и к животным всем лекопитающим и там позвоночным и так далее да и к человеку одни и те же слова живая душа что это такое мы сейчас об этом с вами попозже поговорим просто хочу закончить это глава заканчивается тем что бог описывает что будет человеку в пищу да и всем животным и сказал бог вот я дал вам всякую траву сеющие семя какая есть на всей земле и всякое дерево у которого плод древесной сеющие семя вам все это будет в пищу а всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому году присмыкающим всем по земле в котором душа живая дал я всю зелень травмы в пищу и стало так и увидел бог все что он создал и вот все очень хорошо и был вечер и было утро день шестой то есть мы с вами видим что мир был создан веганским да в пищу человеку был дан весь растительный мир который не боится у которого нет нейросистемы нет страхов да нет не 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 ощущает которые боли которую мы вкушая тоже получаем наслаждение от удовольствия этому радуемся и испытываем счастье и всем зверям тоже было было растительный мир дан в пищу я для чего это естественно через сказал но для тех для кого я там какие писания священные будь то библия будь то тора да поэтому будь то первая глава первой книги библии бытие будь то первая глава первой книги торы под названием берешит ну что то же самое бытие мы видим с вами что бог есть любовь и мир был создан веганом никаких там убийств или эксплуатации живых существ не было для тех для кого а вот там потом иисус ел что-то рыбу там ученикам народу позволял или даже кормил я уже сказал смотрите следующее видео кто по порядку там смотрит меня или соответствующих плейлистах все будет о которых я в конце скажу не веганы бы иисус и ученики ели рыбу сегодня большим и все что касается библии отложим ряд разные плейлисты стараюсь делить эти видео павел знаете когда защищал так скажем мысль о том что нужно помогать друг другу особенно проповедникам там да и произнес такую фразу ну и объяснил им вообще почему это надел чисто говорит по-человечески вообще-то это вот так ну а вот для тех игроковое писание свято но и в библии в писании сказано так то да то не закрывая рта увала молотящего я поэтому поэтому же образоподобие в принципе и веду все свои видео да и по человеческому рассуждению веган по сердце я обычно так выражаюсь и есть веган вот во христе или по библии как угодно да все что касается писания поэтому сегодня мы больше писания трех не будем кого эти вопросы интересуют я говорю пишите в комментариях потому что этот ролик я запишу позже и могу просто забыть потом добавить его в это видео как пересылка в первый закрепленный комментарий описание и сюда вот в подсказку если забуду напишите просто чтобы я добавил его ну и на канале вы их найдете плюс я уже значок показал он так будет выглядеть я думаю что найдете вот по поводу рыбы да то есть но вообще это игру каким вы там не были религиозным религиозным это очень важно что бог действительно сотворил мир из любви и любовью что в нем пребывала любовь убийство несовместимо с любой жестокость да вот и по поводу рыб но вот не зря там так написано создала рыб больших да еще более так нам расшифрована вот действительно посмотреть до какого безумия достигает человек мы сейчас дойдем до маленькой степени что как какие-нибудь там да как эти как они там называется там но вы поняли моллюски и всякие там голова стеки всякие там планктон какой даже до этого с вами сегодня дойдем я буду свободе слова говорить вот по человеческому рассуждению да для которого не нужны не микроскопы хотя я об ученых конечно тоже скажу по сути мой ролик будет такой в свободе слова чисто в человеческое сердце постучаться ну и некие вот отсылки дать еще дополнительно это может там посмотреть это там я конечно этот ролик не полноценно все раскроет есть люди лучше меня как в каких-то вещах я буду к ним давать отсылки я говорю поэтому такой ролик что-то среднее надо быть мудрой пчелой у всех все самое лучше собирать вот но от себя естественно я скажу как проповедник то что считаю нужным вот и вот по поводу рыбы возьмите начнем с большого да нам кажется все время ну я большие то грехи не делаю возьмите большой действительно всю историю человечества люди убивали причем заметьте особых вроде бы не было там супер танков каких-то этих сусу судов там этих кораблей сейчас кажется легко там а уж сейчас современной компьютерной техникой камерами этих китов истребляют просто уже там множество видов в красной книге уже на уже на грани истребления потому что когда там какая-то money особенно человек начинается на что-нибудь я как передачу просто смотрел вот я почему говорю вот посмотрите сами конечно поинтересуясь этим вопросами что с большого начинаем смотрите про китов киты и дельфины кто знает дельфины говорят что у них мозг если у человека ну так ученые опять говорят что если учу у человека на 5 процентов что ли там быть типа 35 процентов пользуемся своим мозгом что дельфины 15 процентами своего мозга пользуется это удивительно сейчас не дельфинов начнем с киска с больших скитов до больших рыб вот это удивительно действительно рыбы и просто скажите что там я там рыбку ем какую-то мы дойдем до тех рыбок которые возможно вы едите и просто большой грех верну за собой маленький повлечет а маленький за собой повлечет вы докатитесь и до большого это обязательно все будет вот поэтому знаете все эти отмазы но я как бы вот это не делаю до можно мне вот тут немножко грешите конечно все не серьезно потому что человек который действительно стремится к истине вот истина есть совершенстве святость есть полнота это очень важно понимать кто человек встал на этот путь он не думает такими критериями вот я тут немножко грешу и ничего страшного да или кто-то там решит чеху уже него что человек который стремится свету он перестает для себя вот эти вот отмазы и корректы или такие даже образы мыслей все все убирает да он уже такими категориями не мыслит вот но все равно я сейчас с вами поговорю просто на чтобы у кого-то может от зашевелилась посмотрите действительно на больших китов смотрите фильмы документальные и и просто про рыб да и как они что они как их ну какие такие средние типа жака пустой или как он там было посмотреть действительно про из и действительно поинтересуйся информации вы знаете это все кажется что это где-то все всегда далеко от меня там это просто от жестокосердия от вашего да когда вы начнете в эти вещи вещи вглубляться действительно не отталкивать от себя не закрывать себе глаза уши рот как мы любим и все и живем своей маленькой жизни нет вот вы же меня слушаете я вам все это не буду сейчас зачем показать я буду в свободе слова говорить но вы же можете углубиться я тоже углублялся в свое время посмотрите выру вот забейте тему китобойни посмотрите насколько все это тоже жестоко вот это же такие же заметьте этим животным в том числе и рыбам до птицам была дана точно такая же заповедь как и людям так как они души живы размножаться да это очень это очень близко к чему это мы прямо одинаковые да вот все эти животные киты это вообще очень такие высокоразвитые животные да хоть они на уровне может быть там детей как я говорю и ученые сам человек все понимает до какой уровень у собаки это вечные дети такие да вот но вот посмотрите на ну понятно они тоже мы видим даже хоть и не вечные дети но они возрастают и стареют такие мудрые становятся размеренные да вот и вот посмотрите на китов там да как они живут они живут семьями то же самое них точно такие же дети а них точно также любит оберегают там в мире рыб тоже есть и такие случаи как уникальные как однолюбы знаете там все он из партнера нашел потом там не ищет другого или страдает за другого да посмотреть что с ними делают да вот с этими китами их истребляют просто особенно когда развились технология сейчас сами понимаете там такие технологии на этих скота на этих китобой них этих кораблях так называемых там вообще их уничтожает ловить ничего для человека не стоит о них там на дне марианской впади не достанут и убьют и изрежут вот узнаете как это все всегда было не то что негуманное имя даже не рационально порой кто знает одно время в прошлом веке в принципе когда все это началось там вот многие не знают даже таких вещей что первые светильники вот эти в городах все это же были все из китовых жиров из китового жира и порой игру порой даже знаете могли там весь этот жир собрать чуть ли не все у кита выкинуть поинтересуюсь этими вопросами потом все это скрывалось были расследования на люди якобы там где-то счет гуманными становились вот понятно когда появилась электричество это ушло но за то время когда стали на китовом жиру там вся америка ведь я точно знаю просто нами другие страны вот жир китове везде пользовался популярностью из-за его там особых вещей его куда там ток не добавляли вот китов стали просто просто массово истреблять и вот прошлый век этим особо так скажем в кавычках славится вот вам живой пример просто посмотрите на этих рыб посмотрите на жизнь посмотреть какие фильмы чтобы я вам все это не рассказывал вот и действительно всякие вот эти ученые так называем которые наблюдают за их жизнью там ведут все эти записи хронологии выводы делают все вам показывают удивительные животные как люди с ними плавают тоже по память чисто расскажу кто хочет погуглить и все это да какая то тоже была статья какая тут такая известная которая следит за всеми этими она как свалилась в воду вот это она как Жак Кусто или Жак Кусто по-моему зовут я же забыл это у которой тоже известно это все это который там море это все снимает ну вы поняли о ком я и кто смотрит да я чуть честно не помню Жак или Жан Жак Кусто или как он там полное его имя то да вот и какая-то такая тоже известная исследовательница вот эта путешественница и вот она упала в океан там или где они там были так ее несколько часов охранял кит она сначала не понимала он рядом с ней плавал ее вот так носом толкал там это прям вот загуглите найдете я не помню уже всю историю как ее зовут я как-то видел эту статью ну мы же все что-то видим в лентах раскакивает я на все это обращаю внимание когда читаю но все невозможно себе где-то сохранить там думаешь когда пригодится я вам просто по памяти рассказываю вы что-то подобное обычно за что-нибудь такое набираешь в поисковике и всегда можешь если что-то приблизительно помнишь какую-то историю сейчас можно хоть вот такими предложениями куда-нибудь там в яндекс гугл набирать и тебе и вы найдете вот эту историю там как бы спасение защиты кики китом что-нибудь такое наберите вот и он ее вот так вот толкал знаете вот так на поверхности держал как-то вокруг нее потом выяснилось когда ее команда как-то получилось что она отдалилась или их раз волнами растолкнула не зря же она упал по он был небольшой шторм вот короче в концовке по их локации потом них же записи идут все это на приборах они видели что вокруг две огромные помки китовы или какие-то там акулы плавали то есть этот кит и и оберегал вот эту исследовательницу от этих акул то время вот пока корабль не подплыл и и не спасли как-то вот такая вот история хотя она переживала она думала что кит ее сейчас тоже что-то с ней сделает хоть он как бы они не нет они не плотоядные до людьми не питаются даже рыбами там большими вот но конечно рядом с тобой такая махина в чистом океане вот она говорю она как бы потом рассказывал все это история описано как видео интервью тоже вот и вот вам пожалуйста спасли до она спасла даже через человек какие-то вот откуда у нее эти мысли что он там чувствовал интуиции ли что почему он стал спасать ее как человека задумайтесь дайка игру кажется к вам вот кто-то меня служит и я китятину не ем да но это сегодня ты не ешь вы знаете я только недавно вспомнил что я пробовал конину вот казалось бы ну конина нечастая такая но по крайней мере я уже у средней черноземье а я сейчас вспомнил мы сидели как-то одного буквально перед роликом друга и он такой уж конинки а ему кто-то будет ты мне там откуда прислали с севера там деликатес какой-то я у тебя вспоминаю что я пробу ну тогда понятно труппажором был вот пожалуйста кажется ну да я в массе я сам не даже тогда будешь труппажором конина в центральном черноземье ну так скажем ее и нет в принципе в таких в этих мясных лавках или как там сейчас все это называется и от этого всего давно отошел да это понятно вот я помню она какая-то или копченая такая упаковочке ему там откуда-то издалека прислали откуда-то север вот это вам кажется да завтра вас кто-нибудь угостил а сейчас все доступно в супермаркетах и понравилось буду там вы знаете вокруг я живу в центральном черноземье да у нас тоже нет красной рыбы но я очень любил красную рыбу я обожал красная рыба у меня всегда была скажем на столе ну тоже как деликатесно то что там дешевая да ну старался позволять когда и в блюдах чтоб там бутербродики с маслом с красной рыбкой вкуснотища была да я всем говорил что никогда не говорю что мясо невкусное все что-то дело вопрос убийство вот и все понятно люди бы это не ели если бы это рвоту вызывало сразу вот и поэтому это кажется что сегодня ты не ешь даст и я вам поэтому не просто так все это рассказываю да какая разница на посмотреть кто это действительно просто живут там центральной черноземенность нет тут морей океанов да она естественно даже у россии все что рядом с берегом с морским связан там всем этим спокойно питаются вот ну и как с меня может уж кто угодно так я говорю а сейчас благодаря в кавычках я не знаю современной цивилизации все доступно в магазине да и вы также попробуйте мышцы любитель чем там поискать новенького вкусней так мы во все грехи исползаем потом кто его будет это вот спонсировать все вы будьте вот так что вот так вот дельфины да посмотрите ну это просто удивительные животные да вот у них там тоже семьи посмотреть как дельфинов убивают тоже как их вот в морях в океанах таки бойни тоже кто знает дельфины вообще там у них социальная развита вот это любовь так действительно зовем да то есть они там друг за друга вот они что когда акулы там нападают они отбиваются они своих не оставляет туда есть такое понятие не бросает и дельфинов очень легко ловить поэтому обычно несколько кораблей натягивают сети достаточно хотя бы кого-нибудь 1 воли слабенького как-то заманить или отбившиеся все если они одного ловит все стая а там стая может быть по-моему до сотен нескольких особей ну кто видел тоже посмотреть фильм какие-нибудь как они у них большие пол стоит там ну от десятка до сотен может доходить это стать и все они все туда они все за ним его ловит его мог к берегу подтаскивать эти все за ним короче они все и всеми погибали всех на мясо фигачит вот и опять же смотрите вот казалось бы рыбы не говорят но это маленький рыб муж не говорят а киты говорят мы же точно такие какие-то там фильмы когда смотришь вот этим дельфин то вообще там как безумно кукаре кря вот отчет у них там да как они действительно интересно говорят да это же прекрасно да так дельфинов тоже самое мочит посмотрите как вот так что вот так вот я конечно все не буду прям поэтапно то есть действительно что маленькая что большая я хочу теперь весь этот этап от больших до маленьких потом про маленькие вещи поговорить все что средний сейчас мы не будем с вами по полочкам разбирать там и действительно ковыряться какой-то мозг у дельфина какой у карасика там да уже все остальное я общим фразами скажу все что живое очень легко понять все что еда все что не еда все что тебе в руки у тебя огурец из рук не убегает до ему приходит время созревания да у них у любого плода у него даже плодоножка как это говорится да что у любого фрукта овощи там до корнеплод у них ботва там съешьивается ты понимаешь что плод созрел все что висит на чем-то ножка аж отсыхает все у нас падает мы мы же с вами знаем да и тогда это можно есть но мы срываем пораньше по сути зрелый потом плод он сам отваливается да все если ты его не съешь его через сутки все равно не будет кстати те же самые рыбы кто знает они растут до бесконечности то есть них предел вообще нет чем больше открыт океан они там растут 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 у них расскажем чуть ли не нет никаких грани да и вот поэтому конечно же рыбу как понять что у нее душа жевать даже если вот у вас нету библии вы никогда не читали даже если у вас нету каких-нибудь научных статей сейчас я не скажу да когда будем о более мелких говорить то все это элементарно бог для человеку для познания истины дал органы познание мира глаза которые мы видим уж который мы слышим язык который мы ощущаем там до нос который мы чуем запах или вонь красоту мы видим или уродство приятный звук или отвратительный когда крики и вопли когда дельфинов забивать и послушайте какие там ужасные или китов да что там происходит это же они кричат не хуже таких животных сухопутных которым нам сразу понятно что это крик боли и поэтому несмотря на то что там более мелкие рыбы в отличие от китов и дельфинов там звуков не издают это не значит что они более не чувствуют конечно же чувствует это видно любому человеку видно слышно до осезаемо ни одна рыба не бежит к человеку в руки да вот и поэтому конечно же такие понятия как кровь душа в крови потом в девятой главе вы знаете мы с вами кто люди библию читали то знает то есть конечно же у них есть нервная система они дергаются они вырываются это ведь о том что это живая душа которая испытывает через чисто материю нервную систему все кожу какую-то боль где мы там ее чувствуем мы сами не понимаем как и люди с вами до слышать и мы слышим где происходит там анализ это не суть важно в голове в сердце или в умном сердце все вот это знаете ученые предятины мы все любим разложить на какие-то винтики потом пытаться там собрать да я человек я все понимаю я все слышу неважно как все это у меня происходит я могу сказать что я есть вот такой какой я просто есть я все понимаю вот так что вот так вот все это элементарно конечно все что от вас вы сами все знает на эти вопросы познания добра и зла она дано человеку вот просто есть и он ни в чем не нуждается ни в каких внешних вещах чтобы познавать добро и зло у него есть все внешне к этому предпосылки у него есть вот это что-то внутри до что все это анализирует и говорит ему его дает это добро и полоплохо да мы слышим крик мы понимаем потому что мы сами такие же поэтому иисус и говорил поступать другим так и хочешь чтобы с тобой или с тобой и люби ближнего или все что вокруг живое как самого себя вот так вот поэтому здесь очень проще конечно сейчас мы с вами к чему-нибудь такому мелком приближаемся как я уже сказал какой планктон там да как говорят что где там понять грань вот между этим живым там или уже растительным что есть какие-то водоросли там те же самые кораллы никто не знает толком к чему отнести то ли это живое какое-то я вживую видел кораллы я как-то в египет еще до покаяния уже больше 15 лет назад летал до кораллы когда они живые такие как как вроде как водоросли да ну так скажем потом они каменеют кто знает превращается такие колючки как каменистые да вот причем они одновременно и превращаются и тут же из них там в общем целая ты даже никто не может толком сказать да я действительно вроде водорослей там дергаются а уж в море то действительно смотрел когда-нибудь передачи тип кустоды сейчас полно уже всего конечно таких и команд которые все это следует то действительно туда погружаешься там мир тоже удивительные уникальные и бесконечные чего там только нет и каких только всяких животных действительно там тоже все перемешано есть разделенные на пол и на пол животные рыбы эти да есть однополый гермафродиты кого только нет есть где мужчины рожать узнают какие горбунки по моему да я могу что-то напутать но я уж всего не помню но вы можете все сами найти но по-моему коньки и горбунки я точно почему-то не в голове сидит и запомнил они что рожают мужчины они женщины да вот из чего у нас только нет и как они только все не размножаются кто-то на камне кто-то сверху кто друг друга там там в общем целое это да кто кому там домики строит то есть удивительный мир и действительно видим что он живой чувствует боль до кровь мы все это видим как рыбы там то же самое от хищника спасаются и полтоядно от хищных все это мы видим вот про повод хищников тоже не буду говорить кого есть желание у меня уже по хищникам все видео записаны я все рассказывал что почему и откуда найдете их на канале ну или пишите в комментариях дам всегда прямые ссылки кто не найдет вот и по поводу прям вот именно этой мелкой или чего-то неразличимого по поводу мелкого пожалуйста почитайте есть уже статьи уже якобы ученый мир тоже согласился скажем оскать с веганами да и уже есть несколько исследований про те же самых раков а да что там раки там у нас в россии там раков этих варят бедных заживо причем все это руки-ноги отрывают или там кальмары все это пожалуйста и сейчас уже ученое сообщество всемирное выдала так скажем статью и как признала что все эти ракообразные да понятно вообще живая нервная система и по ней видно не так же бегут и все и живут что якобы они тоже чувствуют боль потом даже запретили уже в каких странах все тоже ракообразных там добывать так скажем ловить вот то есть пожалуйста из хотите уж может таким внешним вещами воспользоваться ну конечно же вы все сами знаете те же сам раки он бежит от вас не что не хочет быть вами пойманным все что тебе не сопротивляется это и есть еда ну а по поводу уж совсем каких-то там знаете переходных моментов во первых захочется сказать конечно часто люди такими оправданиями пользуются что вот якобы ну а вот это есть а это можно есть или нельзя да ты никогда в жизни может за всю свою жизнь проживешь но есть ты там где-то начитался что есть такие какие-то полу растения полу животные там ну что ты их тебе кто-то предлагал или кто-то там супер добывает они ты даже при желании нигде не найдешь ну знаешь ты что они есть и что дальше и зачем все это есть при таком изобилии этот же вопрос я почему еще не тоже сильно раскрывать не буду кому интересно вот в моем очередной у меня четыре плейлиста которых я уже сегодня не раз употреблял что вот веган по библии веган во христе где сегодня этот ролик будет попадет туда а вот в не веган потому что где я отвечаю на вот такие подобные вопросы там есть ролик найдите его на странице на сайте есть кто помнит уже смотрел что вот растение тоже чувствует боль что есть вот такие какие-то непонятные переходные формы ну пусть сухопутных тогда шел разговор там в том конкретном я но я тогда может и говорил что это и в воде то же самое присутствует водном мире да или там я дал ответ тем более есть прям прямой кто знает есть такая мухоловка растения там мух садится и она там якобы защелкивает там я все это разобрал тоже все показал здесь просто кратко скажу чтобы я не распыляться уж по всем этим темам да что кто вас заставляет все это вообще вот это все что ну и ты не знаешь вот как говорят есть здоровая пища есть там нездоровый да но не знаешь вот в магазине сейчас можно прийти чё только нету все в оберточках чё там даже читая состав и ты должен уверить что все что на оберточке написано правда кто тебя заставляет это есть ну мало что лежит ты сомневаешься что это тебе полезно или что написано правда так не ешь вот и все здесь очень простой ответ на самом деле как видите проще нечего кому интересно там я более подробно тем конечно рожевую потому что вопросы выделил был и и был вот так выделен посвящен этой теме якобы есть переходные формы кто вам это вообще пихает и зачем это зачем все что спорное непонятно что зачем это вообще есть там если ты думаешь что ну кто его знает насколько там у какой-нибудь этой как эти-то улитки или не улитки вы поняли да устрицы есть дорогой но и помните мы еще мы тоже грешили этим в детстве этих в школе то нас на речках есть улитки никак нет как они называются вы поняли длинные такие раскрываешь ты их вот мы тоже там отрезали едички жарили ужас а вот теперь я думаю конечно зачем вот это вот насколько она там жива она что же закрывать сможет конечно как мухоловки им там не разбирали мы это все конечно автомата она вообще делает ей кирпич кладешь она закрывается то есть она не понимает что это такое вот с этими же сами улитками зачем тебе это надо вот в концовке я сейчас буду все это говорить конечно и когда ты вы себе ставишь уровень познания совершенства все это отходит у тебя зачем тебе все это вот если хочешь быть совершенным святым безгрешным добрым ну есть вопрос под сомнением отодвинь его от себя ты тут живешь что вон завтра можешь вообще не проснешься или день кирпич голова упадет совсем мертвый будешь наша цель жизни это познать в это это адской школе на самом деле в которой все мы проходим свое обучение это познать полноту весь ужас зла всю полноту его и сколько можно познать полноту всей радости доброты да так все эти сомнительные вопросы да отодвинет их просто от себя и все все очень просто вот так что все что это связано уже с таким чем там сужается чем меньше где под большим сомнением что это там за ракушечка или вот это жемчужина где там лежит помните вот но и такие же ракушки там якобы жемчуг я помню в детстве думали нам кто-то либо ките рассказывал что можно и в речных найти это жемчуг мы такие песчинки засовывали господи что какая-то слюдой она там слюной своей это обволакивает мы все думали разбогатеть что-то я сейчас прям вспоминаю вот так на ваших глазах господи сколько дури всего вот этого вот и так что вот так вот вот по поводу рыб да мне кажется даже все вам и сказал что хотел достаточно быстро в общем все понятно кто до сих пор там учатся вопросами вы знаете я сам грешил в том плане кто знает я в принципе сразу перешел на веганство когда господь не открылся призвал меня на путь святой жизни но за это время у меня тоже было отваливание от веганство по вот таким вот дуростям по не исследованиям потому что все это легко доступно в баночках как всегда ты ничего не слышишь вот я больше 12 лет уже так скажем веган да но из них были периоды я как говорится на молочку все равно подсаживался на и рассказывал почему опять вот от невежества что якобы коровки там в деревне хорошие это я сам в деревнях стал жить до что якобы ты там в этом зле не участвует что якобы бабушки хороший гладит их по головке все это казалось абсолютной ложью и все равно они всех этих мужских полу бычков уничтожа убивают и так далее все стало ясно сразу да с рыбой то же самое тоже и надо друг мог себе позволить консерву какую-то купить вот хотя вроде все понимал то есть ты отваливаешься конечно в концовке когда у тебя ты переходишь определенную планку все начинаешь понимать у тебя все рассеивается вот по поводу икры еще скажу надо буду принципе заканчивать вот такое вот небольшое видео я обычно часами там разговариваю но с икрой тоже самое вот икрой это то же самое что даже и с яйцами но дело там и так и так конечно икру добывают и в промышленных производов а когда я поговорил в принципе что это где-то где-то там в море там вылавливают или еще где-то кто-то разводит то есть опять это эксплуатация это ограничение то рамки это клетки это цепи ну наживу на рыб цепи не натягивают это образ да что и в каких-то этих их только для еды на убой выращивать это все очень важно понимать вот я поэтому тоже все это не стал прям раскладывать этом ролике влюк мое дело этим видео хочу просто вас призвать поинтересоваться углубиться в эту тему сначала конечно же дела у нас идут отсюда сначала надо информацию получить и потом ее в тело притворять всем этим поинтересуйтесь как это происходит в производстве что там делают до щадят их ничка к ним относится что это происходит вылове какой действительно вред там посмотреть как прям как сардельками этими тянут там просто у нас скоро в океане ничего не останется несмотря на то что как бы рыбы достаточно же много размножаются посмотреть какими уловами там занимаются да и просто нереально там скоро ничего не останется это же нарушение экосистемы и всего как мы видим это на это нарушение заповеди божие причем не просто формально я выражаюсь как тут какой-то тупой религиозник нет это будет все нарушать экосистему все это на человек все равно отразится мы сами уничтожаем среду своего обитания этим злом вот так вот уничтожает тех же самых животных каких-то они нужны для другого и так далее да вот по поводу то есть потрошить и есть икрой то же самое что с яйцами рукам интересно найдите ролик у меня про яйца непосредственно вот тут аналогия абсолютная прям до что яйцо от мы видим что яйца и от птицы и икра от рыб они даже рыбы и птицы были в один день сотворены то есть все аналогично просто на небольшие разницы да вот тут кстати можно сказать еще и а рыбы в том плане посмотреть это есть переходные такие животные так скажем они сухопутные и плавающие всякие там морские львы и вот эти пингвины да ведь их тоже всех убивают ради чего только это не делать вот но сегодня я стараюсь не выходить за рамки еды до убийства ради еды вот там конечно и другие есть игры тоже самое за жира там из-за всего из-за кожи да из-за разных вещей все этих органов тоже и просто поохотиться и просто ради клыков там или еще чего-нибудь в общем там дури хватает часть как всегда вот если всю эту тему любую вы поисследуйте какие-то эти моменты все вам будет ставим на просто эту информацию потреблять конечно давать всего отворачивайтесь потому что злое сердце жестокосердным нет информации нет того деятельной жизни вот поэтому конечно цель моего ролика говорю ко всем этим вещам призвать посмотреть поэтому то же самую кровь все это все тоже сами к яйцам все это связано с убийством рыбы и эксплуатации потом убийство икру вообще не получая если яйцо хотя бы из курицы якобы там выходит это якобы курица там вреда не причиняешь но конечно так сейчас фраза и иллюзия на самом деле все это не так ну формально это вроде так выглядит можно как красиво подать но кто знает с чем связано всех этих все равно получение то яйца как все дошло да где живет животное в том ролике все говорил то и круто вообще получаешь только благодаря убийству матери ну или как мы я вам говорил есть конечно и мужской род кто там производит разные есть вот но смысл в этом до что икра получает вообще только посредством спорования брюха вот и все так что вот так вот поэтому все эти вопросы для человека светлого святого который стремится к совершенству для него все становится табу вот он живет в мире любви в гармонии с природой для него эти вопросы вообще не стоят действительно опытом сначала теоретическим потреблением информации вот этой что-то может быть в реальной жизни созерцая виде все эти ужасы приходя к такой жизни потом ты все понимаешь я уже много раз вам говорил конечно же сначала информация да потом слова вы просто попробуйте бросьте всю эту гадость до творения зла пусть вы якобы прям от не творите потреблять продукты за вас кто там все это грязь всю эту кровь проливает все эти дела негодные делают просто отрекитесь от этого всего и поживите вот с этой мысли что вы вы реально не будь этого зла творить ну естественно размышляйте об этом и еще больше в этот момент потребляйте вот этой правильной нужной информации о том да об этом мире посмотреть на этих животных какие-нибудь прекрасные те же самые рыбы вы узнаете об их не жизни сколько у них все это развито насколько они души живые что про суши у нас же почему все происходит мы у них душу живу вырвали которая дана им отначале которые они являются да вы верните себе в сознание мысль о том что они живые души посмотрев этот фильм их не про про них про и жизнь жизнь этих животных я вплоть до всяких крабиков там да посмотреть какие-нибудь вот эти все natural всякие и передать сейчас что только нет туда почитайте что-то как я вам рассказал такие вот есть момент когда рыбы спасают крупные там рыбы мелкие как там людей даже спасают или как друг друга защищают дружба есть между рыбами и там кошками сколько все всего в интернете есть да там дельфин с кошкой дружит там они играются и плавают чуть ли не вместе вот то есть мы видим что все это в мире есть но вы сначала должны бросить все это вам все одно на другое у вас будет очищаться и тело и и душа вот это все у вас будет глаза пелена спадать и все это будет еще более у вас будет сердце ваше окаменелое превращаться в живое вплотяной или хотите ледяное расстаивать до информацию будет потреблять еще лучше будет вами воспринимацию будете чувствовать всю вселенную всю живую все это будет понимать когда достигнете полноты вы будете говорить то что сейчас слышите от меня будьте всем вокруг говорить вы будете просто чувствую все понимать у вас вопрос вообще не будет стоять да как и что все будет чувствую любую рыбку будете посмотрите есть ролики правда один ролик меня поразил там типа тоже какой-то водолаз там плавала не знаю где он что это за место такое кто-то может видел в интернете он так это как тип тик ток он так небольшой и вот к нему типа золотая рыбка прям в руки вот он сел там как то еще не вылез такой на половину сит это как-то воде это какие-то теньонны что ребята не знаю где-то и этой рыбкой в ему прям в руки плывет где-то вот такая муж как золотая такого цвета оранжевого ярко она прямо прямо ручки ставит в воду вот так он сам сидит по поясу же вылез капюшон свой помharma снял этот водолаз не так он помочь этими с баллонами и вот она прям к нему сюда он я так погладить и опять хоп выкидывает она опять к нему в руки и прям вот сидит в руках рыба вот такая вот небольшая тип карасика грудь да вот как быть небольшие там да я что на большая чё не там как мозгов нету вот зачем она плывет человеку в руки прям он ее мы прям гладит ну там сами понимаете рыбы не такие прям как наши сухопутные животных мы реально гладим как-то лучше чувствуем конечно все это в воде вот посмотрите как вот это маленькая шкурю матчу про большие посмотреть сколько прад когда эти вот эти все фильмы снимают эти водолазы операторы как ним там начинают приставать и рюкер самые дельфины и черепахи и всякие те морские львы там и котики как они то начинают их обнимать там счет с ними играться вот и катать их там и веселиться и перед камерой им позировать да и друг с другом как они себя ведут сколько сейчас всего этого и 10 ты потом понимаешь что каким злом ты занимался в каком зле участвовал в чем сам пребывал до в каком аду творят в жизни зло неважно прям я очень часто зло творим косвенно хотя виновны в нем прямо так что вот так вот не знаю чего вам еще сказал не сказал никакого я списка не готовил ни одного еще ролика так прямо рыбы не было посвящено естественно стараюсь все свои закрывать эти моменты какие хотел как я вам сказал что просто цель еще помимо то что конечно сам поговорил свое свои пять копейка всегда вставляем мой призыв просто по исследуйте и в любом случае вы знаете один так называемый святой сказал что истинно познает спасили жития чтобы убедиться в правоте моих слов в истине надо сначала порой просто что-то пробовать поверить знаете из такой поверил да и сделал вот просто поверьте мне в начале потом всегда не поздно брови отказаться да и разувериться во мне в моих словах просто перестаньте это делать перестаньте употреблять это и начните потреблять эту информацию потому что с каменелым сердцем в стену что только не бросай да все будет отлетать назад в голову конечно же чтобы даже эту информацию воспринимать которую вы будете вы должны хотя бы на этот период очиститься это очень важно то есть перестать это употреблять вся эта энергия смерти она безусловно существует вот вы потребляете в том числе и и она и эта энергия смерти и пелену на глаза вам кладет она именно ожесточает ваше сердце пусть незримо она его оледеневает как хотите да у вас ледяное каменное сердце поэтому конечно же чтобы ко всему этому двигаться надо делать хотя бы маленькие шаги и их обязательно делать не такой меня послушал еще чуть-чуть там по почитал ну там рыбка которая спасла кого дела нет ваше сердце будет расставить именно если вы будете перестаньте хотя бы на время пусть еще у вас сердце к этому не горит и вы еще не готовы признать что вы там в этом грешили да ну хотя бы формально внешне по плоти перестаньте это делать и увидите что этот закон работает ты начинаешь делать по плоти ты сначала узнал это вот здесь в уме стал сделать по плоти у тебя это вот здесь раскрылась и у тебя ум сердцем соединился и ты стал сплошной любовью и умовой и сердечной да ты понимаешь что ты действительно любить начинаешь все это и никогда этому уже в жизни не причинишь никакого зла и сколько можно больше это спасать защищать тем самым проявляя свою же жертвенную любовь так что вот такой вам мой ответ по поводу можно ли есть там рыбы продукты их производящие может что-то еще я там то есть там и плавники им зачем-то режут я шире я всего не ставлю себе цель в этом ролике все раскрыть я говорю даже этот ролик по поводу того что вообще рыб еще эксплуатируют да я говорю что-то им там отрезают из еще чего-то то же самое все эти дельфинарии но может я просто отдельный к все запишу и ролик раздувать неохота все-таки если темы можно отделить я даже здесь даже сама картинка дельфинарий не совсем уместен да поэтому этого достаточно это евро может быть я что-то не все сказал какие-то моменты не раскрыл пишите в комментариях если вы считаете что что-то или дополнить хотите а может я прочитав какой даже бывает все таки действительно понимаешь что тема важная для отдельно раскрыть какие мысли есть пишите а так я в общем-то все сказал ну и попал тех людей кто считает все христианами кого мучают вопросы чему там иисус ел не ел кормил не кормил милости прошу найдете этот ролик по названию по значку ну если не найдете я постараюсь потом не забыть добавить в описании в первый закупленный комментарий сюда в подсказке на youtube ну если что напишите добавлю там я вам обо всем расскажу покажу что и почему было лет на самом деле как к этому относиться ну и сегодня уже не раз все это употреблял все эти плейлисты на моем канале есть раздел веганство в нем четыре плейлиста и я так называемый веган по сердцу хотя веган во христе это тоже веган по сердцу просто веган по сердце по сердце я назвал этот плейлист может его как переназову даже а может так оставлю я к тому что это просто к нерелигиозным людям обращена да я так больше его ассоциирую вот где чисто по-человечески рассуждается да но это не мои ролики там собраны вот как раз там кстати тоже посмотрите в этом плейлисте найдете я думаю интересное видео начиная с тех самых земляне всем известным до до минимум там начиная даже с этих фильмов там тоже о рыбах все есть тоже все это говорится посмотрите просто да вот поэтому и плейлист не снимать не с моими авторскими видео там к тому художественные фильмы клипы и лекции проб проповедь пусть должны не мои все там есть вот потом веган во христе то по сути тоже самое где вот я вот так вот как сегодня о рыбах поэтому это видео и будет в этом плейлисте веган во христе после это христианин как ведь все равно вспомнил от начала что было какие-то еще места дал будущую ссылку на будущий ролик а уже который будет веган по библии где почему там иисус ел или ученикам разрешал есть на и ловить рыбу вот то есть поэтому я его и так назвал веган во христе где я веганстве говорю простыми словами но все-таки христианин поэтому в отличие от тех проповедников у меня много таких вопросов параллели где я употребляю там-то в основном конечно редкого христианина чтобы веган это вообще редкость поэтому таким отличие ну и вот где он говорил то же самое там до растение чувствует боль подобные вопросы поэтому чего вы тут веганы насытись или что вот там непонятно грань между животным и растительным миром ответы на подобный вопрос вы найдете плейлисте не веган потому что такие назвал там уже 38 ролик в принципе все может быть редко еще какой добавится около 40 роликов получится так вот так все есть на это у меня все надеюсь вам вся эта информация была интересна и станет полезно я реально вам всем от души от чистого сердца советую и рекомендую стать святыми чтобы в полноте любви обрести будущем небесном царстве уже и по плоти а здесь вы обретете его прежде по духу это благо бытие счастливую жизнь ибо пребывающие любви пребывать боги и бог в нем а бог и и благо счастье это счастье благо всегда будет вас а в будущем и будет нас окружать мы все мечтаем о светлом мире где все все любят друг друга естественно убийство то же самых рыб ни с какой любовью все это пролитие крови писки и страдания крики животных несовместимы ни с какой любовью это от небесное царство будем мы с вами все и прыгать и бегать и плясать и купаться под водой с такими же жабрами в небесном царстве и будут с нами и рыбы и разговаривать и понимать мы будем все будет если мы будем святыми если мы будем проявлять добро и любовь к любым живым существам имеющим живую душу с вами прощаюсь лепите лайки делитесь этим роликами в своих соцсетях на своих ресурсах чтобы люди знали правду истину познавая жили по ней оживя по ней все попадали в небесное царство свободы вечной жизни и любви своя душа вот vas